Добрый день, дорогие коллеги! Мы рады всех приветствовать на симпозиуме простых решений и непростых задач в терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Симпозиум компании СРВЕ в рамках форума молодых кардиологов России, который идет сегодня второй день в центре имени Бакулива. И мой сопредседатель, всеми любимый Симон Тимурадж Маски-Плишвили. Симон Тимурадж, несколько слов для молодых кардиологов. Да, добрый день, уважаемые коллеги и те, кто в зале, и те, кто нас слушает онлайн. Замечательное мероприятие, форум молодых кардиологов. И мне кажется, очень важно, вот важен такой формат встречи, когда, я не знаю, мы какие-то, мы взрослые, наверное, или мы тоже молодые? Не расстанусь с комсомолом. Буду я очень молодой, да. Когда мы с вами обсуждаем на равных, как мне кажется, это тоже замечательно. Очень серьезные вопросы. Вот в рамках нашего симпозиума мы будем обсуждать лечение артериальной гипертензии и острого коронарного синдрома. Но в целом этот форум как раз построен на таком интерактивном обсуждении множества вопросов. Огромное количество конкурсов, которые я очень люблю. Поэтому, чтобы, наверное, не затягивать, мы перейдем к программе и уже в наших докладах осветим какие-то основные вопросы. Единственное, я должен заранее извиниться, что я вот после своего выступления должен буду покинуть зал. Но, Дмитрий Викторович, блестящий продолжен. Ты как нам песню допел до конца, да? Помните старую песню? Яблочеку песню. Итак, Симон Томараш Музки-Крешвили. Секрет успешного лечения артериальной гипертензии. Стабильность давления в любой нестабильной ситуации. Вроде бы, как у нас сегодня такие а-ля простые названия. Кроническая болезнь и острый коронарный синдром. Все все знают, но нюансов огромное количество. Большое спасибо, Дмитрий Викторович. Дорогие уважаемые коллеги, Александр Зинович. Вообще, надо сказать, что название своего выступления придумал не я. И это, с одной стороны, сложно, потому что должен как-то подстраиваться. А с другой стороны, очень просто, потому что, что бы ты ни сказал, ты можешь оправдаться. Сказав, что, ну, тебе дали такое название, а я его понял по-своему. Как сочинение на свободную тему. Поэтому, конечно, будет немножко неожиданно, наверное, то, что я скажу. Но мне кажется, это очень важно, поскольку, как показано здесь, ситуация нестабильная. Когда мы обсуждаем лечение артериальной гипертензии, вроде бы уже все сказано, вроде бы уже все много раз повторено, обсуждено, рекомендовано. Тем не менее, мы видим огромное количество проблем, связанных с высоким артериальным давлением. Это касается не только нашей страны, это касается всего мира. Как сказал Дмитрий Викторович, у нас сегодня выступление при поддержке компании Сервье. И вот статистика по нашей стране – главные факторы риска, которые вызывают высокую смертность Российской Федерации. И на первом месте, это, впрочем, повторяет и мировую статистику, болезни, связанные с повышенным артериальным давлением. То есть артериальная гипертензия убивает не сама по себе, она убивает через развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Это ишемическая болезнь сердца, это инсульты, это сердечно-недостаточность, в том числе сохранная фракция выброса. Это фибрилляция предсердия у пациентов, действительно существующей декомбиссионной артериальной гипертензии. И вот мы видим, что, в принципе, смертность, связанная с повышенным артериальным давлением, – это главная причина смертности Российской Федерации. Данные 2017 года, я не думаю, что они особенно изменились за это время, я скажу, что произошло в последние два года. Но затем курение, и вот что удивительно, кстати, для меня было – это ожирение. Ожирение как фактор риска избыточной смертности в нашей стране стоит на третьем месте. И я вот недавно выступал на Всемирном дне борьбы с ожирением в начале марта, и оказалось, что Россия занимает, наряду с Мексикой и некоторыми африканскими странами, одно из первых мест в мире по смертности, связанное с ожирением. Хотя мы чаще всего склонны считать, скажем так, страны, где много людей с избыточной массой тела и ожирением – это североамериканские страны, там, восточноевропейские страны. Но вот, оказывается, наша страна – это место, где много людей с ожирением, и, к сожалению, это является фактором избыточной смертности. Если говорить про сердечно-сосудистые заболевания, мы с вами прекрасно знаем, что это основная причина летальности на нашей планете. Несмотря на все потрясения, я имею в виду COVID-19. И вот наши европейские коллеги посчитали, это было в 2019 году, что у людей моложе 75 лет, которые умирают, 2 трети смертности – это предотвращаемая смертность. Это очень много, уважаемые коллеги. В среднем 68% меньше во Франции, в Нидерландах, в Польше, то есть страны, где более прогрессивная система здравоохранения меньше, чуть больше в восточноевропейских странах – это Румыния, Литва, Венгрия, Латвия. Поэтому мы видим, что Россия, наверное, ближе к левой стороне этого слайда, у нас большое количество смертей можно было бы предотвратить, в том числе, как показано здесь, снижая смертность от сельсосудистых заболеваний и от заболеваний дыхательной системы. То есть мы посмотрим в нашу российскую статистику, мы видим, что абсолютное количество смертей, связанных с болезнями системы кровообращения, у нас недопустимо высоко. И вот мы видим в 2014 году, это абсолютное количество, по данным Росстата, это почти 90-46 тысяч людей, которые умерли от болезни системы кровообращения. Но затем совместными усилиями и Министерства здравоохранения, и Российского кардиологического общества, Национальной медицинской палаты, наших замечательных коллег, кардиологов, терапевтов, смертность снижалась, но в 2020 году, как мы с вами прекрасно понимаем, началась пандемия COVID-19, и мы откатились фактически к уровню 2014 года. В 2021 году было 70-процентное превышение показателей 2020 года, но это не попало в данную таблицу, в данный график, поэтому ситуация очень серьезная. И, конечно, как к любой серьезной ситуации, к нестабильной ситуации, мы должны относиться к ней очень серьезно. Но поскольку все-таки вот этот всплеск так или иначе связан с COVID-19, и было несколько причин, несколько объяснений причин этого, это и снижение доступности медицинской помощи, боязнь пациентов, то есть пациенты боялись обращаться в медицинскую помощь, в том числе и пациенты с острыми расстройствами кровообращения, коронарного либо церебрального. Это была вначале кардиотоксичность препаратов, которые мы использовали для лечения COVID-19. И это непосредственное влияние заболевания на сельско-сосудистую систему. И поэтому я вот немного расскажу о влиянии COVID-19, поскольку болезнь никуда не делась, чтобы нам не говорили. И мы видим, по крайней мере, общаясь со своими коллегами, в США сейчас очередной всплеск вот этого варианта Omicron B2 и довольно тяжелые и большие количество случаев заболеваний. Мы знаем, что в Шанхай уже довольно долго закрыт на локдаун. В Европе регистрируется повышение количества случаев. И, к сожалению, министр здравоохранения говорил, что к концу мая, наверное, и в России тоже будет увеличение заболеваемости COVID-19. Поэтому ситуация все-таки остается очень серьезной. Тем более, как я считаю, COVID-19 своей основной целью имеет систему кровообращения, а не дыхательную систему, хотя там разыгрывается вся эта видимая катастрофа в виде дыхательной недостаточности, изменений при компьютерной томографии, падения сатурации. Но, тем не менее, главная мишень COVID-19, я так считаю, в этой всей сосудистой системе. И многие эти пациенты, особенно пациенты с артериальной гипертезией, пациенты особо высокого риска тяжелого течения заболевания и летальных осложнений. Поэтому несколько слов о COVID-19. Это данные на вчерашний вечер. Вот я скачал с этого уже известного сайта университета Джонса Хопкинса. Вот полдевятого вечера мы видим, что в мире 530 миллионов, больше, чем 530 миллионов заболевших, больше, чем 6,2 миллиона летальных случаев. Уважаемые коллеги, обратите внимание, почти 11,5 миллиардов доз вакцин введено на вчерашний вечер. А если мы посмотрим на российскую статистику, то мы посмотрим, что в нашей стране почти 18 миллионов заболевших, почти 370 тысяч. Ну, вчера Яндекс показывал 377, по-моему, тысяч. Ну, вот, по крайней мере, здесь почти 370 тысяч умерших и 166,5 миллионов доз вакцин. Это серьезная проблема, и мы должны к ней относиться также серьезно. Как COVID-19 взаимодействует со своей системой, и почему, я считаю, это главная опасность этого заболевания. Мы знаем прекрасно с вами, что вирус COVID-19, SARS-CoV-2, коронавирус, взаимодействует с человеческим организмом путем соединения С-белка коронавируса. И из этих С-белков, собственно, он и получил свое название, поскольку он похож на солнечную корону, с агиозиноперевращающим ферментом 2. Кому, как ни нам, кардиологам, знать, что такое АПФ, хотя чаще всего мы имеем дело с АПФ обычным, АПФ-1, который превращает агиозин-1 в агиозин-2, и мы его пытаемся ингибировать ингибиторами агиозиноперевращающего фермента. Тем не менее, есть у нас и второй подтип агиозиноперевращающего фермента, который расположен на мембранах множества клеток, я об этом скажу. И также довольно большое количество этого белка свободно растворено и находится в плазме крови. Ну и, конечно же, этот белок не существует для того, чтобы ждать, когда появится коронавирус, и открывать для него путь в клетке. Надо сказать, что коронавирус SARS-CoV-1, возбудитель альтипичной пневмонии 2002-2003 год, тоже в качестве своего рецептора использовал АПФ-2. Был еще ближневосточный респираторный синдром, собственно, он и остается в некоторых странах Персидского залива, в Саудовской Аравии. Там, что очень интересно, рецептором является дипепидилпептидаза четвертого типа. То есть вирусы попадают в клетки через наши естественные белки. И в данном случае АПФ-2, который имеет важнейшую биологическую функцию, я о ней скажу. Поэтому четыре варианта взаимодействия вируса с клеткой. Во-первых, это прямой цитотоксический эффект. Мы знаем, что вирусы размножаются, реплицируются в клетках, и затем эта клетка разрушается, и происходит выделение большого количества новых вирусных частиц. То есть это прямой цитотоксический эффект. И второе, что очень важно, происходит дизрегуляция, нарушение регуляции ренино-гидезина-радостероновой системы. Что делает АПФ-2? Кроме того, что это трансмембранный канал для некоторых веществ, его основная функция заключается в разрушении агиотезина-2. То есть как мы лечим пациентов, скажем, с артериальной гипертензией? Если говорить про ингибирование ренино-гидезина-радостероновой системы, у нас есть ингибиторы ренино, которые сейчас практически не используются. Был такой препарат. Затем мы можем ингибировать агиотезин-превращающий фермент. У нас есть блокады рецепторов агиотезина-2. То есть мы не блокируем синтез, но мы блокируем рецепторы первого типа. И у нас есть еще отдельно антагонисты минералокортикоидных рецепторов, но это уже больше относится к альдостерону и к другим минералокортикоидам. Так вот, есть еще один механизм. АПФ-2 разрушает ангиотезин-2, о чем мы особо не задумывались до того, как появился COVID-19. А какие функции ангиотезина-2? Это спазм, это гиперкоагуляция, это воспаление, это нарушение функции эндотелия, это гиперплазия гладкомышечных клеток, фиброз, в общем, все то, с чем мы связываем COVID-19. Поэтому, ингибируя тканевой плазменный АПФ-2, при COVID-19 происходит локальное увеличение концентрации ангиотезина-2 со всеми вытекающими последствиями. Есть также прямое влияние на эндотелий, эндотелиид даже описан, когда вирусные частицы, вирусное РНК выявляли в эндотелиальных клетках. Это, конечно, приводит к снижению активности фибринолиза и активации системы свертывания крови. Но есть определенный механизм активации иммунного ответа, и мы знаем, уже ставшее нарицательным выражением цитокиновый шторм, синдром выброса цитокинового и так далее, что приводит, опять же, к гиперкоагуляции, воспалению сосудистой стенки. Еще раз напомню про ангиотезин АПФ-2. Он разрушает ангиотезин-2, превращает его в ангиотезин-1,7. Надо сказать, что ангиотезин-2 – это олигопептид. Он содержит всего 8 аминокислот. То есть это маленький-маленький пептид, который имеет такую важную биологическую функцию. Путем отщепления одной аминокислоты из него получается ангиотезин-1,7, который обладает прямо противоположными функциями. У вас дилатация, снижение активности воспаления, торможение активности свертывающей системы крови и так далее. И вот то, как мы лечим, в принципе, артериальную гипертензию, и все это ингибируется при COVID-19, ингибиторы АПФ, блокады рецептора ангиотезина-2 первого типа. И вот это все нарушается, когда SARS-CoV-2 взаимодействует с АПФ-2. Как я сказал, АПФ-2 экспрессируется в огромном количестве различных органов и тканей нашего организма. Это почти вся сияжная сосудистая система. Это и головной мозг, и это селезенка, печень, сосуды и так далее. Я на этом не буду останавливаться, но вот нахождение АПФ-2 на мембранах клеток этих органов частично объясняет патофизиологию проявления COVID-19. Если говорить непосредственно про сердце, есть несколько механизмов повреждения сердца при COVID-19. Во-первых, это прямое повреждение, когда происходит вирусная инвазия кардиомиоцитов, как я сказал, это прямой цитотоксический эффект. И, конечно, это снижение активности АПФ-2, это повреждение перицитов. И мы знаем про миокардиты. Конечно, количество и частота миокардитов было преувеличено, и вначале были статьи, которые указывали, что чуть ли не 70% пациентов с COVID-19 переносят какую-то форму вирусного миокардита. Потом оказалось, что наши коллеги не совсем верно интерпретировали результаты магниторезонансной томографии с контрастным усилением. Тем не менее, есть случаи миокардита, есть случаи развития сердечной недостаточности, в том числе и острой сердечной недостаточности, или декомпенсации хронической, и различные аритмии. И особенно, если мы вспомним, как мы лечили COVID-19 в самом начале, это высокие дозы гидроксихлорохина, в комбинации с азитромицином, увеличение длительности интервала КУТЭ, и другие потенциально кардиотоксичные препараты, то, конечно, это вероятно. Но затем есть непрямые повреждения миокарда, в первую очередь, это синдром выброса цитокинового, или цитокиновый шторм, гипервоспаление, развитие инсулинорезистентности, уже иммунные миокардиты, которые до сих пор встречаются. Это различные метаболические эффекты, в том числе, скажем так, и атрогенные, поскольку многие пациенты получали и получают лечение глюкокортикостероидами, и тромбоэмболизм. Мне кажется, это очень важно. И, вернувшись на предыдущий слайд, на секундочку, я хочу сказать, что, или даже на этот слайд, мы должны понимать очень важную вещь. Сегодня, как я показал, в мере более 11 миллиардов доз вакцин введено. Большинство вакцин действует через появление в организме большого количества С-белка. То есть это либо векторные вакцины, такие как Спутник, Астрозенека, Джонсон и Джонсон, когда аденовирусный вектор приводит к синтезу С-белка, либо МРНК-вакцины. И это тот же самый С-белок, который ингибирует АПФ-2. То есть когда мы вакцинируем людей такими вакцинами, мы можем ожидать ингибирования АПФ-2 и, в общем, побочные эффекты вакцины, вакцин, которые были описаны, и тромботические, и некоторые другие, в том числе и поствакцинальные миокардиты, очень характерные для МРНК-вакцин. Это, с моей точки зрения, связано с тем, что мы в организме, вдруг появляется С-белок, который ингибирует АПФ-2. Но вот если мы перейдем к постковидному синдрому, мне кажется, это одна из самых серьезных проблем, которая стоит перед здравоохранением сегодня, в том числе перед кардиологами, перед нашими коллегами, поскольку, как было показано, огромное количество людей, которые переболели COVID-19, огромное количество людей, которые получили вакцины. То есть 11 миллиардов доз вакцин – это не 11 миллиардов человек, а это 11 миллиардов доз вакцин. Некоторые люди получили несколько доз и так далее. Но, тем не менее, мы должны понимать, что мы, кардиологи, будем иметь дело с последствиями COVID-19. И это очень важно, в том числе и с нестабильностью ситуации в отношении артериальной гипертензии, о которой я буду говорить дальше. Но постковидный синдром – серьезная проблема. И сегодня мы говорим о лечении постковидного синдрома. И надо, с моей точки зрения, прекрасно понимать и дифференцировать реабилитацию после перенесенного COVID-19 и лечение постковидного синдрома как самостоятельного заболевания, которое имеет свой код, свой шифр в журнальной классификации болезни 10-го и 11-го пересмотра. Вот наши коллеги из Великобритании выделяют три варианта COVID-19. Это острый COVID-19, самое острое заболевание, вирусное заболевание, когда симптомы продолжаются до 4 недель. Это продолжающийся симптоматический COVID-19, когда жалобы и симптомы продолжаются до 3 месяцев, до 12 недель. Ну и постковидный синдром – это жалобы и симптомы, которые развиваются во время или после. Они могут вернуться после COVID-19. И сегодня мы говорим о том, что даже пациенты, которые переболели COVID-19, очень легко или бессимптомно, потом могут строить постковидный синдром. Они длятся больше 12 недель, то есть через 12 недель после заболевания. И что очень важно, не является результатом другого диагноза. То есть если у пациента развился инфаркт миокарда, или тромбоэмболия легочной артерии, или фибрилляция предсердий, это не постковидный синдром. А постковидный синдром – это когда вроде бы нормальные анализы крови, нормальные показатели радиологического обследования, но тем не менее у пациента огромное количество разных симптомов, в том числе и сердечно-сосудистые симптомы. Вот здесь показана временная динамика COVID-19. Мы это прекрасно знаем, это многократно обсуждали. И вот через какое-то время, после перенесенного COVID-19, пациенты возвращаются с огромным количеством различных жалоб, и в том числе жалобы на тромбоэмболии, жалобы на нарушение ритма, жалобы на боли в груди, на сердцебиение. Вот если мы посмотрим на вот эти жалобы, мы видим, что довольно большое количество из них связано с сердечно-сосудистой системой. В России проводится регистр «Актив», который инициирован нашим замечательным коллегой Григорием Павловичем Арутюновым, одной из целей которого является выявление заболеваний, вновь, не вновь, а впервые возникших после COVID-19. И мы видим, что довольно большое количество пациентов, особенно тех, которые лечились высокими дозами стероидных гормонов, они имеют впервые возникшую артериальную гипертезию, сахарный диабет и так далее. Но самое интересное в том, когда мы говорим про постковидный синдром, что он может объясняться и развитием антителка АПФ2, аутоантителка АПФ2 и аутоантителка автономной нервной системы. И вот прекрасно было показано нашими коллегами совершенно недавно, что пациенты, переболевшие COVID-19, через какое-то время они имеют АПФ2 в крови, но при этом они имеют антитела к нему, которые практически полностью блокируют его функцию. И мне кажется, это тоже очень важно, когда мы выбираем лечение для пациента с постковидным синдромом, особенно если это пациент с артериальной гипертензией, о чем я скажу дальше, потому что вот эта статья 2005 года наделала очень много шума в самом начале COVID-19, когда было показано, безотносительно коронавирусной инфекции, что применение ингибиторов АПФ и блокады рецепторов агниотензина увеличивают экспрессию АПФ2. И, в общем, это было такое экспериментальное исследование, которое, наверное, прошло бы незамеченным, если бы не началась пандемия COVID-19. И были опасения, что поскольку препараты, блокирующие ремиогидезино-альдостероновую систему, увеличивают количество АПФ2 на клетках и в плазме крови, то, возможно, это увеличивает вероятность заражения, поскольку мы открываем больше ворот на клетках и больше возможности для вируса попасть в клетку, вызвать тяжелую форму заболевания. И были попытки или даже такие призывы отменять назначенную терапию ингибиторами либо сортанами, либо не назначать эти препараты при развитии артериальной гипертензии. Но, к счастью, довольно быстро поняли, что АПФ2 имеет мощнейшее протективное значение, и проводились исследования с внутривенным введением рекомбинатного человеческого АПФ2, либо с назначением ингибиторов, либо сортанов для того, чтобы улучшить течение и результаты в лечении COVID-19. Но, по крайней мере, все сошлись на том, что ни в коем случае нельзя отменять терапию артериальной гипертензии либо селищной недостаточности, которая включает ингибиторы ангидозинопровощающего фермента, либо сортаны. Огромное количество проявлений постковидного синдрома, но я не буду на них останавливаться, поскольку моя лекция все-таки не про постковидный синдром, но я всегда говорю про селищно-сосудистую систему. Это учащенное сердцебиение, аритмия, артериальная гипертензия или гипотензия, проявление синдрома Рейно. Если мы посмотрим на количество и встречаемость таких симптомов, конечно, на первом месте это одышка и слабость, головные боли, новые такие термины, туман в голове, непереносимость физической нагрузки. Вот это очень интересное исследование наших коллег, которое было проведено на более 2000 пациентов, которые перенесли COVID-19. И в среднем через 79 дней, то есть через 2,5 месяца, мы видим, что большое количество из этих пациентов жаловались на тахикардию либо на какие-то селищно-сосудистые проявления. Почему тахикардия – это плохо? Поскольку мы знаем, что высокое ЧСС – это и повреждение сосудов, это прогрессирование и дестабилизация атеросклероза, высокая частота селищно-сокращения снижает доставку к миокарду, поскольку коронарный кровоток имеет диастолический характер, повышает потребность миокарда в кислороде, что проявляется и выше ней. Но затем прогрессирование дестабилизации атеросклероза, атеросклероза, острое селищно-сосудистые осложнения, о которых будет говорить Дмитрий Викторович, я думаю, безотносительно COVID-19, но тем не менее дестабилизация бляшек и тромбоз в области нестабильной бляшки являются главной причиной селищно-сосудистых катастроф. И вот одно из первых исследований в нашей стране. Вот мой учитель Валерий Иванович Подзолков опубликовал со своими коллегами, в котором они описали постковидный синдром и тахикардия, взаимосвязь этих двух состояний, теоретические основы и опыт лечения. Они представили клинический пример женщины с тяжелым постковидным синдромом, которая очень успешно была пролечена и в Абрадином, ну и в рамках международной группы ученых, которые мы занимались, в общем, разработкой подходов к лечению COVID-19, мы предложили новый фенотип COVID-19 или постковидного синдрома. Это синдром постковидной тахикардии. Вот мы опубликовали это в августе прошлого года, и, в общем, эта статья привлекла очень большое внимание, поскольку кроме синдрома постурально-ортостатической тахикардии, которую чаще всего связывали с перенесенным COVID-19, мы, в общем, выделили, в принципе, постковидную тахикардию как проявление неадекватной синусовой тахикардии или обычной синусовой тахикардии. И это очень важно, поскольку это состояние, которое не дает человеку спокойно жить. Как говорил, в общем, мой друг и бывший президент Европейского кардиологического общества, и он, кстати, соавтор наш, Деройн Бакс, относительно молодой кардиолог, физически активный, он теннисист. Он переболел в январе 21 года довольно тяжело COVID-19. Он об этом говорит открыто, поэтому я не раскрою какую-то медицинскую информацию. И вот буквально до июня, у него обычно пульс был 60, как он говорил, 65, поскольку он играет в теннис. Он говорит, вот ты сидишь, и у тебя пульс 90, как будто ты только что прибежал. А ты встал и пошел на второй этаж, у тебя пульс 120, и ты не можешь больше не ходить, не спать, ты весь мокрый. Довольно серьезное состояние. И чем еще важна тахикардия? Тахикардия, в отличие от многих других симптомов, которые я показывал, является абсолютно количественным параметром. Хотя это не анализ крови, мы ее называем биомаркером, потому что измеряя частоту сельщих сокращений, мы можем мониторировать состояние пациента, и, как нам кажется, это может быть таким суррогатным показателем успешности лечения постковидного синдрома, протокол которого мы разработали совместно, и в медицинском центре МГУ, в котором я работаю, мы сейчас активно применяем. Поэтому, когда мы говорим о тахикардии, кроме того, что это серьезный фактор риска сельсосудистых осложнений, это еще очень неприятные ощущения у пациентов. И, конечно, мы должны каким-то образом на тахикардию воздействовать. С одной стороны, нет ничего проще, чем убрать тахикардию. Мы знаем огромное количество препаратов, это и бета-блокаторы, это и нидегидроперидиновая антагонисты кальция, это и вабрадин. Но если мы посмотрим на пациентов с постковидным синдромом без артериальной гипертензии, то, в общем, бета-блокаторы не всегда мы можем использовать. Во-первых, потому что они имеют определенный гемодинамический эффект. Не самый сильный, но у ряда пациентов они вызывают гипотензию. Ну и также у многих пациентов с гиперреактивностью дыхательной системы некоторые бета-блокаторы, в том числе и селективные, могут вызывать эпизоды бронхоспазма. Это нечасто, но, тем не менее, это то, на что мы должны обращать внимание. И еще очень важно, когда мы говорим про пациентов с сейшотсуществами заболевания, мы должны понимать, что бета-блокаторы, конечно же, увеличивают диастолу, поскольку повлиять на продолжительность систолы очень сложно. Ее уменьшить либо увеличить можно, конечно, высоким дозом бета-блокаторов, либо, наоборот, скажем, бета-1 адреномиметиками, но, тем не менее, любое изменение ЧСС, в первую очередь, это изменение продолжительности диастолы. Так вот, бета-блокаторы увеличивают продолжительность диастолы, это хорошо, но есть еще препарат блокаторов F-каналов и вабрадин, ну, или оригинальный препарат, который называется караксан, и мы знаем, что и вабрадин несколько иначе влияет на сердечный цикл, да, безусловно, у пациентов с синусом ритмом он также вызывает урежение сердечного ритма, он увеличивает продолжительность диастолы, но самое главное, что он увеличивает продолжительность диастолы именно за счет периода изоволимического наполнения, когда происходит максимальная активность коронарного кровотока, когда происходит улучшение перфузии миокарда, и поэтому вот есть разные разные варианты у линейной продолжительности диастолы при назначении бета-блокаторов либо и вабрадина. А если мы комбинируем эти препараты, что, в общем, мне кажется, тоже очень важно, таким образом мы можем практически решить все вопросы у пациента с постковиной трехкардии, это урежение ритма относительно небольшое гемодинамическое или потенциально бронхоабструктивное влияние и очень положительное влияние на диастолу и в том числе на коронарный кровоток. И, собственно, это было показано, есть фиксированная комбинация метапролола и вабрадина, препарат импликор, и за счет двух компонентов мы можем добиться снижения риска госпитализации по поводу фатального или нефатального инфаркта миокарда. Конечно же, мы имеем в виду пациентов с ишемической болезнью сердца. Главное, пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, мы знаем, что у них снижает смертность на 36%. Вот такой очень удобный препарат и, самое главное, очень хорошо переносимый. Но, поскольку основная тема моего доклада артериальная гипертензия, вернусь к болезням, связанным с высоким артериальным давлением, которые являются главной причиной смерти в нашей стране, и, конечно, огромное количество пациентов, которых мы должны лечить. Да, сегодня, в общем, часто мы слышим, что может быть проще, чем нормализовать артериальное давление. Но это не всегда так. В реальной жизни, хотя у нас огромное количество препаратов, совершенно разных хроматологических групп, но есть пациенты с разными типами суточного ритма артериального давления, им надо подобрать лечение. Во-первых, есть люди, у которых артериальное давление повышено только днем, есть люди, у которых оно повышено и днем, и ночью, есть те, у которых артериальное давление повышается ночью, и часто это такие немые или неощущаемые эпизоды артериального давления, которые мы выявляем при суточном мониторировании АД, так называемые диперы, или наоборот, люди, у которых оно повышается ночью, они просыпаются с усвоенным артериальным давлением, или пациенты, у которых оно недостаточно снижается ночь. То есть разный паттерн, разный график, скажем так, повышения артериального давления. С другой стороны, мы знаем, что таких пациентов начинаем мы лечить, но все-таки и на этапе лечения тоже будут определенные проблемы, даже если мы подбираем хорошие препараты, поскольку большинство пациентов для достижения целевого уровня артериального давления нужна чаще всего комбинация одних препаратов, что также не всегда происходит в реальной жизни. У нас есть тоже разные люди, во-первых, те, которые никогда не принимали препараты, которые принимают один препарат, пациенты, которые забывают принимать таблетки, или, что самое частое, принимают препараты только при повышении артериального давления. Есть еще одна группа, которая сюда не вошла, это пациенты, которые, скажем, регулярно и очень хорошо принимали препараты, скажем, пока у них не закончилась упаковка, а потом они приходят через год и говорят, доктор, один месяц было хорошо, я препарат пропил, а вот одиннадцать месяцев, потом давление было сто восемьдесят на сто. Я говорю, а вы препараты принимали? Нет, ну я же пропил, там, или пропила этот месяц. И поэтому очень важно обсуждать с пациентом то, что лечение артериальной гипертензии, это такая хроническая терапия, если пациент не, в общем, изменил каким-то образом свой образ жизни, снижение веса, контроль факторов риска, о чем я скажу в самом конце. Поэтому, если мы посмотрим на европейские, российские рекомендации, американские рекомендации, то, конечно, они говорят, что, во-первых, мы практически никогда не начинаем лечение артериальной гипертензии с монотерапией. Да, есть определенная группа пациентов, когда один препарат может решить все проблемы, но в реальной жизни так бывает не всегда, поскольку пациенты все-таки приходят к нам с запущенными случаями артериальной гипертензии, поскольку там первая степень не всегда диагностируется вовремя. Если мы посмотрим на рекомендации по лечению артериальной гипертензии, то первым шагом мы инициируем терапию, и, конечно, это будет комбинация, двойная комбинация. И у нас есть несколько вариантов. Это ингибитор АПФ, либо антагонист рецепторов ангиотензии, плюс дегидроперидиновый антагонист кальций и диуретик. Есть различные комбинации, то есть вот здесь можно получить четыре разные комбинации. Если этого недостаточно, то мы используем тройную комбинацию, и, опять же, чаще всего это будет какой-то блокатор ренино-агиотезиновой системы, гибитор АПФ, либо БРА, плюс дегидроперидиновый антагонист кальций, плюс диуретик. Ну а затем, если у пациента тяжелая, как ее часто называют, мне кажется, неправильная, резистентная артериальная гипертензия, то мы должны обязательно назначать какой-то блокатор минералокартигоидных рецепторов, чаще это будет спирролоктон, или другие препараты, которых тоже много. Тут у нас есть и максонидин, у нас есть альфа-блокаторы, у нас есть бета-блокаторы, ну и, конечно, про бета-блокаторы отдельное указание, мы их рассматриваем на любой стадии, если у пациента есть показания, скажем, пациент со стабильной стенокардией, конечно, в качестве препарата первой линии будет получать бета-блокатор, либо пациент с селечной недостаточностью, есть такой миф, что пациенты с тяжелой селечной недостаточностью гипотоники, на самом деле, больше половины из них имеет нормальное или высокое артериальное давление, это пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, стахисистолическая форма фибуляции предсердий, беременные женщины, мы знаем, что мы беременны, мы не можем назначать никакие препараты, блокирующие ренинно-гидрозиновую систему, ну и вот такая схема, мне кажется, она очень важная и интересная, но проблема в том, что мы ее не всегда соблюдаем, огромное количество людей, которые начинают с монотерапии, и она даже порой бывает успешна на первых этапах, но затем, конечно, происходит ускользание артериального давления, и если мы говорим про двойную терапию, то, наверное, самая частая комбинация – это комбинация диуретика, какого-то диуретика и какого-то блокатора ренинно-гидрозиновой системы, либо ингибитора АПФ, либо сортана. Я должен сказать, я всегда об этом говорил, я всегда и в лечении артериальной гипертезии, и в лечении сердечной недостаточности, и после инфаркта миокарда, там, я думаю, это естественно, отдаю предпочтение ингибиторам перед сортаном. Я очень люблю сортан, это прекрасные препараты, но все-таки ингибиторы АПФ – это те препараты, с которых я начинаю свое лечение. Есть много разных причин, почему я это делаю, но тем не менее, это так. И вот если мы посмотрим на комбинацию индопамеда и периндоприла, препарат на липрел, то мы видим, что этот препарат способствует уже через 2 недели снижению артериального давления. Вот мы видим результаты исследования под руководством Марии Генриховны. И вот довольно высокого давления, в среднем 170 на 100. Уже через 2 недели мы увидим значительное снижение, и к 3 месяцам 8 из 10 пациентов достигают целевого уровня артериального давления. Это очень важно. Опять же, когда мы говорим про комбинированные препараты, особенно препараты, которые имеют несколько разных дозировок, не надо бояться начать уже с довольно серьезной дозировки, тем более, если пациент приходит уже с достаточно высоким артериальным давлением. И что очень интересно, вот этот препарат, на липрел-бифорте, способствует снижению артериального давления, независимо от исходного уровня. Потому что считается, что чем ниже исходный уровень, тем легче контролировать артериальную гипертензию. Здесь у нас первая степень, первая стадия, вторая, третья. Мы видим 150, 165, почти 90 мм ртутного столба. И во всех этих группах препаратов мы видим достижение целевого уровня артериального давления, там 130, 132, 136 мм ртутного столба. Это западные исследования, мне кажется, очень важные, которые подтвердили возможность достижения целевого уровня почти у всего спектра пациентов с артериальной гипертезией путем назначения фиксированной комбинации индопамида и периндоприва. И что очень важно, это препараты, входящие в эту комбинацию, они снижают риск сельсосуистых осложнений и смертности. Мы видим, что у таких пациентов при такой комбинации мы можем ожидать снижения общей смертности на 14%, это очень много, и сельсосуистая смертность на 18%, поскольку есть многофакторное влияние на человеческий организм, кроме непосредственного снижения артериального давления, как я говорил в самом начале, убивает не само артериальное давление, а последствия артериальной гипертензии. Мы видим улучшение целебряного кровотока, мы видим снижение риска инфаркта миокарда, мы с вами помним, что периндоприл один из двух ингибиторов АПФ, который улучшает прогноз у пациентов с эшмирской болезнью сердца, ну и, конечно, ингибиторы значительно снижают риск почечных осложнений, а сегодня в кардиологии мы часто смотрим на пациента, понимая, что от состояния почек прогноз зависит гораздо больше, чем от состояния сельсосуистой системы. Но есть другие комбинации, как я сказал, не только диуретики ингибитора АПФ, а такая тоже не самая частая комбинация, например, тиозидные или вообще диуретики и негидроперидиновые антагонисты кальция, тоже препараты, которые я очень люблю. И оказалось, что такие комбинации эффективнее снижают частоту инсульта, но мы знаем про крайне положительный эффект негидроперидиновых антагонистов кальция, чем другие комбинации препаратов. И в среднем мы видим, что вот такая комбинация, в среднем по данным метаанализа исследований, снижает риск инсульта на 23%. Это очень важно. Вот мы смотрим 0,77 отношение рисков из единицы, поскольку все-таки вы молодежь, вы должны уметь анализировать такие рисунки. Из единицы вычитаем 0,77, получается 0,23, 23%. И поскольку доверительный интервал не пересекает единицу, вот он весь с этой стороны, то значит это достоверная данная. В данном случае, допустим, 0,54, это снижение на 46%, однако доверительный интервал пересекает единицу, поэтому данные недостоверны. Вот эта горизонтальная линия немножко пересекает вертикальную полосу. Это вот очень важно понимать и анализировать данные, но тем не менее, вот суммарно 23% снижение частоты инсульта, и это абсолютно достоверные данные. Хотя, к сожалению, мы не очень, я, по крайней мере, не очень часто вижу назначение вот таких комбинаций, хотя у нас есть тоже фиксированные комбинации. Почему? Потому что очень осторожное отношение к анагонистам кальция, почему-то их любят назначать перед сном, но я думаю, что этот препарат, в частности, амладипин, золотой стандарт недигидроперидиного анагониста кальция, его вполне можно применять и утром, я, собственно, часто так и делаю. Не буду подробно остановиться на этом слайде, но скажу, что не отмечено значимых различий в зависимости от приема препарата амладипина утром или вечером. уровень снижения давления в ночное время был больше при утреннем приеме препарата, мы знаем, что препарат действует относительно медленно, я это покажу на одном из последующих слайдов, и суммарный процент времени, когда у пациента систолическое давление больше 120 мм в ночи, был значимо выше при вечернем приеме препаратов, когда его эффект проявляется больше в предутренние часы, а мы знаем, что ночная гипертензия это довольно серьезная проблема. А вот есть препарат Арифам, который способствует нормализацию артериального давления и достижение целевых уровней, мы видим прекрасное исследование, опять же, проведенное под руководством Жанны Давыдовны Кобылава, которое показало положительную динамику параметров артериального давления на фоне вот такой фиксированной комбинации индопамида и амлодипина, мне кажется, тоже очень важно, особенно если мы говорим про пациентов, которые по каким-то причинам не могут, либо мы не хотим назначать блокаторы ренино-гипетезиновой системы, там те же беременные женщины, пациенты, у которых кашель при приеме ингибиторов АПФ, курильщики, у которых, в общем, большая вероятность развития кашля и каких-то других дыхательных проявлений при назначении ингибиторов АПФ, это очень важно. Ну и, конечно, надо понимать, что не всегда двойная комбинация эффективна, мы должны переходить, как было показано в рекомендациях, к тройным комбинациям, и есть такая же прекрасная тройная комбинация, вот препарат, оригинальный препарат реплексам, который включает в себя индопамид, диуретик, теозидоподобный, который выводит из битокнатрия жидкости и снижает периферическое созуистое сопротивление, мы это прекрасно с вами знаем, периндоприла, ингибиторы АПФ, и амблодипин, как я сказал, классический золотой стандарт дегидроперидинного антагониста кальция, это воздилатация и влияние на гладкомышечные клетки, причем мы говорили уже, что ингибиторы АПФ значительно улучшают результаты течения COVID-19 во множестве исследований было показано, что пациенты, принимающие COVID-19, принимающие ингибиторы либо сортаны изначально имели гораздо лучшие исходы, выживаемость, снижение вероятности необходимости искусственной вентиляции легких и так далее. Для амблодипина тоже, кстати, было показано, что он каким-то образом блокирует ход вируса в клетке, я не буду возвращаться к теме COVID-19, но такая замечательная история. Есть большая проблема, конечно, с триплексомом, в том, что там несколько дозировок и ноги путаются, но тем не менее, вот один раз попробовал, как в анекдоте, всем нравится, и в общем, все пациенты с удовольствием его принимают, и врачи с удовольствием видят достижение целевых уровней артериального давления, тем более показано, что 9 из 10 пациентов при назначении этого препарата очень хорошо контролируют артериальное давление. И вот, как показано здесь, препараты не только с разным механизмом действия, но и с разной временной динамикой, которая позволяет адекватно контролировать давление в течение суток. Индопамид, который действует практически сразу, и затем уже там через несколько часов его влияние заканчивается, тем не менее, он успевает проявить свой эффект. Затем перендоприл, который начинает действовать чуть-чуть попозже. Амладипин, как я сказал, начинает действовать еще попозже, тем не менее, действует практически 24 часа. И вот если мы посмотрим на эту кривую, то понятно, почему вечерний прием амладипина не очень эффективно контролирует ночное артериальное давление. И вот в целом в течение суток мы эффективно контролируем артериальное давление такой тройной комбинацией. Но есть очень серьезная проблема, дорогие коллеги, которая заключается в том, что пациенты не принимают препараты. Особенности этих препаратов много. И, конечно, любую фиксированную комбинацию можно разложить на отдельные компоненты и назначать их как свободную комбинацию. Либо, как я сказал, принимать часть препарата утром, часть препарата вечером. Но чаще всего это приводит к тому, что пациенты теряют эту приверженность к терапии, которая является главным или, скажем так, краеугольным камнем успеха лечения артериальной гипертенции. Вот здесь показано доказана взаимосвязь с приверженностью терапии с риском северно-осложения и смертности. Мы видим пациента с приверженностью больше 80 и меньше 80. Конечно, больше 80 это удивительные люди. Но, тем не менее, мы видим, что про статины, если пациент принимает статины, он имеет показания к приему статинов, поскольку, честно говоря, я очень люблю статины, но есть такое избыточное назначение статинов, которое немножко им подпортило репутацию, честно говоря, хотя это препараты, которые, в общем, как антибиотики в медицине совершили революцию по транспиратических северно-осложениях заболеваний. Еще большая приверженность важна при лечении артериальной гипертензии. Мы видим, какая выраженная разница между риском северно-осложения и смертности у пациентов, которые более привержены или менее привержены к приему гипотезивной терапии, в частности, это ингибиторы АПФ или блокады рецепторов гиотензина. И вот мы сейчас увидим, что каждый десятый случай северно-осложения события в этом исследовании было связано с низкой приверженностью к терапии. То есть мы посмотрим на данные наших американских коллег, это совершенно удивительные результаты. 2017 год, не так давно, 50% в США не соблюдают назначение врача. Это пациенты с кардиометаболическими заболеваниями. Это не только артериальная гипертензия, это сахарный диабет, это лечение, скажем, ишемической болезни сердца. И это является причиной, дополнительной причиной примерно 125 тысяч смертей в год. Это огромное количество людей, которые, к сожалению, умирают, потому что не соблюдают назначение врача. Как мы можем улучшить приверженность, кроме разговора и объяснения с пациентом, зачем и что он должен принимать, на что, к сожалению, не всегда хватает времени. Фиксированы комбинации. Это замечательный способ улучшить приверженность, и мы видим, что их использование ассоциируется с повышением приверженности на 29% по сравнению с свободными комбинацией препаратов. Я думаю, что это одна из демонстраций того, что мы с вами прекрасно знали и так. И вот, в частности, российское исследование Триколор под руководством Юрия Александровича Карпова, которое показало, что использование фиксированной комбинации Триплексам, потому что он называется Триколор, значительно увеличивает приверженность пациентов к терапии. И вот исходно почти половина пациентов не были привержены к терапии, и почти 19% имели хорошую приверженность. Здесь разные степени приверженности показаны. Но через 12 недель доля пациентов с хорошей и умеренной приверженностью выросла до 93%. Что это значит? Это значит, что эти пациенты значительно улучшили свой прогноз. То есть не просто нормализовали артериальное давление, значительно улучшили свой прогноз, поскольку мы с вами сказали, что Триплексам это комбинация препаратов, не только снижающая артериальное давление, но и значительно улучшающая прогноз. И поэтому в заключении хотел бы вам показать вот такой алгоритм, немножко модифицированный. Это слайд, предоставленный Александру Олеговну Конраде. Безусловно, лечение всех заболеваний и сейсосудистых в том числе и артериальной гипертензии в первую очередь должно начинаться с контроля образа жизни. Это регулярная физическая активность, это нормализация массы тела, это обязательно изучение того, как пациент спит, и мы знаем, что нарушение дыхания во сне или апноэ сна часто приводит к тяжелой артериальной гипертензии, к различным нарушениям ритма сердца, фигуляции предсердия и так далее. И сегодня есть возможность диагностировать это состояние, лечить это состояние, и это сопровождается и снижением массы тела, и в том числе нормализацией чаще всего артериального давления. Поэтому контроль образа жизни абсолютно принципиален. Это и диета, которую пациент принимает, но мы знаем про то, что мы рекомендуем снижение потребления поваренной соли. Сделать пациента участником процесса лечения тоже очень важно. Мы отходим от патерналистической парадигмы в лечении пациентов, когда врач-начальник пациента исполняющий, и мы тебе говорим, что ты должен исполнять. Хотя я должен сказать, что бывают разные пациенты, и пациенты, особенно раньше служившие в вооруженных силах, и к ним нужен именно такой подход. То есть приказной порядок, и ничего страшного в этом нет. Но опять же надо понять характер пациента, его психологический статус, и в общем каждому подбирать вот этот метод общения с ним. Что очень важно, назначить действительно эффективную лекарственную комбинацию. То есть можно назначить много разных комбинаций, фиксированных или свободных, она будет неэффективна. Конечно, фиксированные комбинации, во-первых, они эффективны, поскольку там препараты подобраны, да, потому что я часто вижу пациентов, которые принимают и ингибиторы, и сортаны, и тоже, я думаю, мы все видели пациентов, которые принимают аспирин в трех разных модификациях, не зная, что это ацетилсоциловая кислота. И так далее. К сожалению, такое бывает, когда один врач назначил, потом второй врач назначил, не отменит первую. Фиксированные комбинации, они, во-первых, удобны, во-вторых, они уже содержат правильный набор препаратов в правильных дозах, ну и таким образом мы сможем обеспечить быстрое снижение или быструю нормализацию артериального давления. И что очень важно, мне кажется, здесь, это вернуть веру пациента в успех лечения, поскольку артериальное давление – то, что пациент может измерить. И когда мы видим нормализацию давления, пациент это видит, он начинает верить врачу. Да, астатины, про которые мы говорили, антидроматическая терапия, антиаккулянты, антиагреганты, они значительно улучшают прогноз, но они практически не влияют на качество жизни или на самочувствие пациентов. И поэтому пациент не может оценить, насколько эффективно он улучшает свой прогноз приемом там атервастатина, атервастатина, аспирина или клапидогреля или ревароксабана или там каких-то других препаратов. На данном случае он измеряет артериальное давление, если он принимает бета-блокаторы, он может измерить чисто усиливших сокращений. Он видит улучшение, он начинает верить врачу, и это является очень сильным таким залогом успешности нашей терапии. Вот я как раз уложился во времени, это видно в Москву с высоты Московского университета, скоро он будет именно такой. Приглашаю вас всех к нам в гости. Еще раз огромное спасибо, желаю вам удачи, поскольку, опять же, это форум молодых кардиологов. Московский университет, в общем, это образовательное учреждение, у вас много молодых людей, не очень много молодых кардиологов, но мы вас всех приглашаем в гости, может быть, на какое-то обучение. Большое спасибо, большое спасибо, Дмитрий Викторович. Спасибо большое, Смитрий Мразович. Идем дальше? А у нас есть вопросы в чате? Нет, да? Тогда да, я сразу анонсирую ваш доклад. Уважаемые коллеги, мы движемся дальше. И следующий доклад представляет мой замечательный, я не побоюсь этого слова, любимый коллега Дмитрий Викторович Дупляков на тему пациент после инфаркта миокарда, как избежать осложнений. Шикарная идея. А? Шикарная идея. Конечно. Большое спасибо, Дмитрий Викторович. Добрый день еще раз, дорогие коллеги. Мы поговорим сейчас уже от артериальной гипертензии, отойдем и поговорим непосредственно о пациентах, которые перенесли инфаркт миокарда. И я затрону две части. Введение этих пациентов, то, что касается их нахождения в стационаре, и когда пациенты уже выписали из стационара, что с ним делать. Конечно же, все аспекты я не буду говорить. Конфликт интересов, соответственно, мы уже прекрасно знаем, что это симпозиум компании Сервье. Вот представлены данные на 2020 год, то есть они достаточно свежие, они опубликованы в конце прошлого года. Это проведение чрезкожных коронарных мешательств у пациентов с острым коронарным синдромом в нашей стране. Вы видите, что в принципе мы достигаем неплохих цифр, с одной стороны. Вчера в пленарной лекции Сергей Анатольевич Бойцов анонсировал, что на как раз 2019-2020 год количество чрезкожных коронарных мешательств при инфаркте миокарда, при остром коронарном синдроме было в Российской Федерации такое же, как в Великобритании. В Великобритании имеет такую же государственную систему здравоохранения, такую же, как Российская Федерация. Если сравнить с другими странами, с Польшей, особенно с Германией, которая является европейским лидером по числу коронарных интервенций, то действительно мы пока еще не дорабатываем. Где вот эти аспекты, которые могут улучшить? Давайте посмотрим. Каждый третий пациент в Российской Федерации, каждый третий пациент с подъемом сегмента СТ, он не попадает вообще ни на какую репрофузионную терапию. С этим нужно обязательно придумывать какие-то локальные алгоритмы, потому что системы оказания помощи, они выстраиваются непосредственно в каждом регионе. Я могу сказать, что по Самарскому региону у нас 90% попадает на аэроперфузию, потому что мы компактные. Если взять Красноярский край, Кемерово, допустим, другие регионы с большим плечом доставки, конечно же, сложнее, но важно понимать, чтобы эти пациенты, которым не провели репрофузию на этапе острого состояния, чтобы они не пропали и были направлены уже непосредственно потом для коррекции, по крайней мере, когда они находятся уже в постинфарктном состоянии. Если мы посмотрим количество ЧКВ при остром коронарном синдроме без подъема сегмента СТ, да, значительно выросли с 2016 года практически в два раза до 30%, высокого риска 35%. Но посмотрите, наши итальянские коллеги все-таки же работают лучше. У них 50% пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента СТ в остром периоде получают репрофузионную терапию в плане стентирования именно. Поэтому, конечно же, это еще один задел, который мы с вами можем использовать для того, чтобы улучшить ситуацию и с числом выполняемых процедур в стране, и, конечно же, в первую очередь это с улучшением прогноза у наших пациентов с острым коронарным синдромом. Много проблем бывает у пациентов, которые госпитализируются с острым состоянием, с острым коронарным синдромом. Я не буду останавливаться серьезно, так детально прорабатывать ранние аритмии. Ранние аритмии – это очень такой емкий и в прогностическом плане важный фактор. Мы хорошо знаем, что ранние аритмии делятся до 24 часов или же до 48 часов. Обычно у пациентов с подъемом сегмента СТ, когда мы рассматриваем эту группу, это все-таки же первые сутки проводятся чековые. КВ буквально непосредственно через 60 минут от момента поступления для большинства пациентов. И вы видите, что, конечно же, сюда попадает и то, что до ЧКВ возникает, то, что считается реперфузионными нарушениями ритма. И, соответственно, после уже непосредственного проведения ЧКВ до конца первых суток у части пациентов возникает желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков. На сегодняшний момент времени пока нет какой-либо 100% доказанной информации до какого периода времени мы считаем их прогностически неблагоприятными или прогностически благоприятными аритмиями. То есть фибрилляция желудочков и желудочковая тахикардия в остром периоде инфаркта миокарда, пока мы находимся в диапазоне 24-48 часов. Но для тех, кто интересуется темой, могу предложить почитать работы Марии Михайловны Демидовой, которая работает в Алмазовском центре, работала в Лунском университете, там защищала диссертацию, и она как раз именно этой проблемой и занималась. Другая, одна из, наверное, самых важных проблем госпитального периода – это кровотечение. И кровотечение бывает связано и с гематомой места пункции. Здесь все относительно благополучно. Буквально лет 5-7 назад большинство лабораторий, подавляющее большинство, перешли на, соответственно, лучевой доступ. Это серьезно снизилось. Но, опять же, бедренный доступ остается к участию пациентов. И это, как правило, пациенты пожилые, возрастные пациенты. И у этих пациентов иногда приходится использовать и, соответственно, бедренный доступ. И нужно помнить, что это серьезные риски развития кровотечения. Ну, антитромбоцитарная антикоагулянтная терапия, на которой находится часть пациентов, это, конечно же, риски тяжелых желудочно-кишечных кровотечений. На прогноз влияет и необходимость проведения гемотронфузии у пациентов, которые переносят кровотечение. И, конечно же, кровотечение сами по себе приводит к рискам уже ишемическим, в том числе и к развитию тромбоза стента. Итак, частота встречаемости, оценка рисков и меры профилактики вот этого грозного осложнения. Если мы посмотрим очень интересные исследования, которые были опубликованы лет 15 назад, которые разложили пациентов с острым коронарным синдромом на риски ишемические и геморрагические, то было показано, что 50% пациентов имеют низкий риск кровотечений и треть имеет сочетание низкого риска кровотечений и низкого риска геморрагических осложнений. Такая самая благоприятная группа. Если мы посмотрим на высокий риск кровотечений, то таких пациентов порядка 10%. И каждый третий из них имеет сочетание и высокого риска кровотечения, и высокого риска ишемических осложнений. То есть это наиболее тяжелая группа пациентов для их курации и в стационаре, и тем более после выписки, когда пациент уже находится, ну скажем так, на вольных хлебах. Если мы посмотрим на рандомизированные клинические исследования, первая часть, которую я показывал, это все-таки регистровые вещи. Если мы посмотрим на рандомизированные клинические исследования, то в среднем от 1 до 2,5% пациентов в ходе рандомизированных клинических исследований вынуждены прекращать терапию, которая им предписана этими исследованиями, Клупида, Грео, Парсу, Грео, Тик и Грилор, в связи с развитием кровотечения. То есть это такой не очень большой процент. Но мы с вами прекрасно понимаем, что развитие кровотечения у пациентов с острым коронарным синдромом, с нестабильностью кардио-инфаркта миокарда без подъема или подъема сегмента СТ в период госпитализации повышает риск госпитального летаинства в 3 раза. То есть это уже такой сразу значимый шаг в неблагоприятную сторону. Но, опять же, мы должны держать в голове, что для этих же пациентов риск ишемических событий существенно в 3-4 раза выше, чем риск геморрагических осложнений. Поэтому, конечно же, мы должны в первую очередь ориентироваться на риски ишемических событий. И, ну вот, если мы вернемся к рекомендациям клиническим и посмотрим, это последняя рекомендация – острый коронарный синдром без подъема сегмента СТ, есть такое понятие – претритмент. В основном это понятие относится к пациентам, которые находятся на догоспитальном этапе. И действительно, пациентам с неизвестной коронарной анатомией и запланированным ранее инвазивным лечением, если вы везете пациента непосредственно в чековой центр, не нужно рекомендовать назначать на догоспитальном этапе ингибитора P2V12 рецепторов. А вот теперь давайте ответим себе на вопрос. А когда пациент поступает в стационар? В инвазивный стационар? Это не ОКС с подъемом сегмента СТ. Это ОКС без подъема сегмента СТ. И у нас с вами есть 24 часа по европейским рекомендациям с тем, чтобы выполнить коронарографию и при необходимости стентирования. То есть, по идее, по логике вещей, препарат должен даваться где? На столе. Мы что, оставляем этого пациента в стационаре без терапии? Отнюсь. То есть, каждый пациент, который попадает в стационар, однозначно, если на этапе скорой помощи ему не был дан ингибитор P2V12 рецепторов, он уже начинает получать до проведения, соответственно, коронарографии через сложную коронарную мешать или решения вопроса о проведении экстренного срочного аортокоронарного шунтирования. Ну, по крайней мере, так в нашем центре. Я знаю, что многие центры именно так и работают. Но вот здесь есть определенный диссонанс. По этому поводу рекомендации нам на сегодняшний момент ничего не говорят. Именно поэтому, когда пациент поступает, врач приемного покоя, а именно он является первым медицинским контактом в уже стационаре, он должен взвесить ишемические, и геморрагические риски и должен понимать дозировки, длительность, выбор препарата, что дальше будет с этим пациентом. Потому что мы прекрасно знаем, что пожилые пациенты, риск кровотечения, сопутствующие заболевания тяжелой со стороны почек, ХБП, заболевания печени, онкозаболевания. У нас до 5-7% пациентов имеют либо активный онкологический процесс, который находится в стадии лечения, либо имеют онкологическое заболевание в прошлом. Мы достаточно серьезно занимаемся с этой группой пациентов. Анемия и гемотрансфузия, низкий уровень тромбоцитов, лабораторные данные. Нитрогенные осложнения, никто их не отменял. Пациенты принимают различные лекарственные препараты, а нестероидные противовоспалительные сплошь и рядом. Все мы с вами принимаем в качестве обезболивания от головной боли, от боли в спине. Перенесенные ранние кровотечения и, соответственно, осложнения со стороны центральной нервной системы. И процедурные вопросы. ЧКВ сейчас или же мы пациента возьмем на АКШ? Будет ли радиальный доступ или ферморальный доступ? Небольшой процент пациентов, но он идет туда. Или мы оставим пациента на консервативном ведении и вообще его не возьмем, потому что он хрупкий, потому что у него запредельные шлаки, и мы не рассматриваем его как кандидата на последующее инвазивное лечение. То есть очень много всяких превходящих факторов, которые врач должен анализировать. С тем, чтобы нам помочь, предложены были различные шкалы. Вы прекрасно знаете шкалы PreciseDub, исследование Peris, шкала Peris. И последние клинические рекомендации. Они говорят о том, что нам было предложено по этим рекомендациям ориентироваться на риски геморрагических осложнений академического консорциума. А давайте посмотрим. Риски кровотечения по БАРК-3.5 на основании вот этих трех шкал или на трех этих инструментах имеют статистику 0.56, 0.57, 0.59. А если мы эти шкалы используем в предсказании инфаркта миокарда и тромбоза стендов, то они имеют даже больше статистику. То есть шкалы, которые инструменты разработаны для того, чтобы подсказать нам, что у пациента есть риски кровотечений, они больше предсказывают риск развития инфаркта миокарда и тромбоза стендов. Но это особенность. Есть только один параметр, который позволяет нам с уверенностью, ну с большей уверенностью, конечно же, говорить, что у пациента высокий риск кровотечения. Это кровотечение в анамнезе, то есть серьезное кровотечение в анамнезе. Все остальное, это уже зависит от того инструмента, который вы используете. Но это не говорит о том, что эти инструменты, конечно же, не нужно использовать на практике. Ну вот мне понравилось, в свое время мы принимали участие в приглашении коллег из Азиатско-сехоокеанского общества кардиологов в разработке их рекомендации по назначению ингибиторов P2-12 рецепторов при остром коронарном синдроме, и коллеги предложили вот такой алгоритм, АБ0, возраст, и связаны с ним факторы кровотечения и органной недостаточности. То есть это более, скажем так, проще использовать на практике. Опять же, если мы посмотрим сочетание рисков инфаркта миокарда и кровотечения, то в отличие от рисков инфаркта, миокарда, в зависимости от времени с момента первичного события, риски кровотечения более стабильны. Ну и мы с вами имеем достаточное количество, минимум три лекарственных препарата в нашей стране, которые используются из ингибиторов P2-12 рецепторов, есть терапевтическое окно, есть, соответственно, повышенный риск тромбоза стендов и риск повышенных кровотечений. Мы хорошо знаем о вариабельности ответа на клопидагрелл у наших пациентов, что минимум треть имеет генетические особенности, связанные с приемом клопидагрелла. Если мы посмотрим на прасугрелл, то он более быстро имеет начало действия и более агрессивное, в хорошем смысле слова, подавление активности тромбоцитов у пациентов. Опять же, целый ряд исследований, которые проводились с прасугреллом, тритон ТИМИ-38, посмотрите, что уже буквально в первый день, а именно в первые часы уже расхождение кровевых у пациентов, которые находились на терапии клопидагреллом и прасугреллом и фиентом, они уже начали… Куда-то мышка у меня убежала. Вот она. Они начали расходиться уже в первые часы. И в течение первых трех дней это минус 18% снижение риска смерти нефатального инфаркта миокарда и инсульта. И это сохранялось до, соответственно, полутора лет, до 15 месяцев с момента рандомизации. Все это относится и к смерти от сердечно-сосудистых заболеваний от инфаркта миокарда, включая инсульт и другие, соответственно, составляющие конечных точек. Среди пациентов моложе 75 лет с массой более 60 кг и без инсульта и транзиторно-шемических атак в анамнезе, а это действительно важные вещи. И, к сожалению, мы имели один момент негативный в своей практике, когда не учли то, что пациент переносил инсульт доктора, и это привело к неблагоприятному исходу, поэтому обязательно нужно учитывать все те критерии, все те ограничения, которые есть в рекомендациях по использованию препаратов. Но вы увидите, что если мы четко следуем прописанным рекомендациям по использованию препаратов, то риски кровотечений на просугреле не превышает риск на клопидагреле. И в целом количество пациентов, у которых есть именно эти три параметра, которые позволяют принимать этот препарат, это 80% пациентов. У еще 16% пациентов мы должны снизить дозировку препарата до 5 мг, ну и буквально только 4% пациентов, которые не имеют возможности принимать в связи с тем, что у них есть противопоказания. Еще одно исследование трилоджи, также просугрел с клопидагрелом в сравнении, ведь достоверных различий в плане кровотечения не было, с положительным эффектом, то есть 13,9 против 16 на клопидагреле. Крупных сердечно-сосудистых событий, которые возникали у этих пациентов. Большое исследование, 52 страны, почти тысячи центров. Это данные Европейского регистра острого коронарного синдрома, они также были опубликованы в прошлом году, мы тоже принимали в этом исследование участия. Но, на мой взгляд, я бы не стал бы публиковать эти данные, но поскольку они опубликованы, мы их приводим. Клопидагрел в этом регистре 65% пациентов, тикогрелор 24%, просугрел 11%, двойная антитромботическая терапия 96%. Почему не стал бы опубликовать? Треть, больше трети, 40% пациентов, которые были в этом регистре, это были пациенты из одной единственной страны, это, соответственно, пациенты были из Египта, которые не имеют никакого отношения к европейскому, европейскому, ну, не то что не имеют отношения к европейскому обществу кардиологов, но там немножко другие схемы ведения пациентов. Но если возвращаться к исследованиям, которые были опубликованы, и вы хорошо, прекрасно, я уверен, знаете, исследование ИСАР-РЕАКТ-5, исследование, которое группой ИСАР, ИСАР, академическая группа ИСАР, было инициировано, то есть это не спонсорское исследование, это исследование, которое инициировано было клиническими, академическими центрами, независимое исследование с первичной конечной точки смерти от всех причин инфаркта миокарда и инсульта пациентов с инфарктом миокарда, вы видите снижение первичной конечной точки на 36% по сравнению с тикогрилором в пользу просугрела при абсолютно практически одинаковых, ну, по крайней мере, недостоверных различиях в плане развития кровотечения по БАРК, соответственно, 2.5, конечной точки безопасности. Ну и целый ряд интересных мета-анализов, которые были опубликованы, то есть пожилые пациенты, я говорил о том, что 75 лет, все-таки это предельный возраст для пациентов, которые на просугреле. Ну, это исследование как раз пациент на 65+, острый коронарный синдром, и здесь анализируется, соответственно, тикогрилор с просугрелом против клопидогрела, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, крупные кровотечения, смертность в пользу современной терапии, кровотечение в пользу клопидогрела, то есть чистой клинической пользы, конечно же, она посерединке где-то находится. Исследование Светенхад – тоже регистр, который является знаковым для кардиологов всего мира, потому что скандинавские страны и Швеция в первую очередь имеют очень хорошую электронную базу, и все эти данные, они заносятся и доступны для врачей, они доступны для анализа. Я прекрасно помню, когда мы на одном из европейских конгрессов с моим шведским коллегой решили сделать исследование по блокаде левой ножки при остром коронарном синдроме, мы его сделали, потом и доложили. Но он просто открыл свой ноутбук, зашел в эту базу данных и вытащил огромное количество пациентов по своему центру, и сразу все было понятно, какие результаты мы вообще получим, потому что я знал результаты по Самарскому центру. Так что это все удобно, и Шведенхат – это тот регистр, который позволяет нам ориентироваться именно на реальную клиническую практику. Это исследование изучало взаимосвязь или сравнение просугрела и тикагорелора. Именно это интересно нам. Год наблюдения после инфаркта миокарда и чрезкожно-коронарного мешайства вы видите, что абсолютно никакой разницы между двумя препаратами не было ни по возрастным, ни по половым, ни по сахарному диабету, массе тела, стеми-нон-стеми, почечной недостаточности и так далее. То есть абсолютно идентичные данные. Еще интересное исследование эффективности и безопасности соответственно просугрела и тикагорелора после ЧКВ – это американское исследование. Большая база данных, больше, по-моему, 9 тысяч пациентов, 4,5 тысячи на просугреле, 2,5 тысячи на, соответственно, тикагорелоре. Год наблюдения. И здесь уже оказалось, что пациенты, которые находились на терапии просугрелом, минус 33% снижение риска смерти и минус 61% снижение риска внутричерепных, желудочно-кишечных и больших крупных кровотечений. То есть здесь очень тоже интересные данные. Если мы говорим о наших национальных рекомендациях, то, разумеется, просугрел есть в наших национальных рекомендациях, он есть в стандартах. Хочу единственное только, особенно для молодых кардиологов, сделать отступление. Стандарты не являются основанием для назначения терапии. Стандарты – это медико-экономический документ. Если к вам приходит с проверкой страховая компания и говорит о том, что «а вот в стандарте написано», можете их отправлять туда, откуда они пришли. Потому что стандарт – это медико-экономический документ, который используется для расчета средней помощи по стране. А для оценки качества медицинской помощи есть клинические рекомендации. Ну и, соответственно, и просугрел там также есть в клинических рекомендациях, в российских, и активно используется нашими докторами. Из последних интересных новостей, которые были доложены в конце прошлого года, это, наверное, исследование МастерДАПТ, это исследование у пациентов с острым коронарным синдромом и высоким риском кровотечения, то есть это пациенты с кровотечениями. Там 12 пунктов, вот высокого риска кровотечения, я их все не буду перечислять, только основные. Это пациенты на антикоагулянтной терапии с уже перенесенными ранее кровотечениями, пациенты, которые имеют онкологический анамнез, активное лечение онкологическое, и целый ряд других позиций, то есть там почечные, печеночные, тяжелая недостаточность. Также это исследование было независимое, и, соответственно, через 30 плюс-минус 2 недели дней после проведения ЧКВ врачам было дано право или рекомендовано либо укороченной двойной антитромбоцитарной терапии, либо, соответственно, стандартной двойной антитромбоцитарной терапии. Вы видите, что этот подход в плане риска развития шимических событий никаких различий не имел, ну и, соответственно, было существенно меньше серьезных кровотечений. Но, повторюсь, это пациенты с высоким риском геморрагических осложнений. А таких, вы, если помните, на одном из первых слайдах я показывал, это буквально 10% среди всех пациентов с острым коронарным синдромом. Если мы возьмем всю остальную популяцию пациентов с острым коронарным синдромом, здесь как раз хорошую, наверное, позицию поддержки существующих клинических рекомендаций. Мы можем получить из исследования StopDub2-Equid-Coronary Syndrome, тоже который был доложен на Европейском конгрессе кардиологов прошлого года. И здесь корейские коллеги поставили себе задачу, «А давайте мы прекратим у пациентов терапию через месяц двойной энстромбоцитарной, и, соответственно, мы переведем пациентов чисто на клопидограмм». А вторая группа, ну, она, как и положено, была двойной энстромбоцитарной терапией в течение года. Так вот, к сожалению, несмотря на одинаковую первичную конечную точку, клинические исходы через год, вы видите, не в пользу. Соответственно, риски инфаркта миокарда, повторного инфаркта миокарда, они существенно выше были у пациентов. Поэтому все-таки для большинства пациентов двойная антитромбоцитарной терапии она должна быть в течение 12 месяцев. Ну, и еще из таких вот интересных опросов, то есть всегда интересно, кто о чем думает. В конце прошлого года на сайте American College of Cardiology проводился опрос врачей по клиническому случаю. Мужчина 76 лет, ОКС без подъема сегмента СТ, стенс, лекарственное покрытие, множественный фактор риска кровотечения. Но они не раскрывались. То есть вот такой пациент. Сколько бы вы назначили какую-то терапию? 40% только год, все остальные меньше. Ну, и если вот завершить вот эту часть, которая касается именно риска кровотечений, то, конечно же, мы должны оценивать риск кровотечений. Мы должны использовать неинвазивное тестирование, если это возможно, а такое возможно, ну, в частности, вот у себя в центре. Мы всем пациентам, которые поступают с остальным коронарным синдромом промежуточного и низкого риска, мы не проводим сразу инвазивную коронарографию, мы им делаем в этот же день мультиспиральную компьютерную ангиографию и чаще всего, конечно же, снимаем в дальнейшем этот диагноз. Использовать критерии, соответствующие для ревоскулиризации, избегать рутинного предтритмента, назначения, когда еще мы не знаем коронарную анатомию, радиальный доступ, оптимальная антикоагуляция, оптимальный стенд. Использование внутрикоронарных визуализирующих методик, ФРК, соответственно, ОСИТИ. Двойная антитроботическая терапия, ее короткое назначение у пациентов с высоким риском, в первую очередь, развития кровотечений. Возможно изменение до эскалации терапии у части пациентов, но и использование ингибиторов протонной помпы. То есть это снижает риски развития кровотечения и госпитально, и постгоспитально. Ну и вроде бы как пациента мы выписали, через 28 дней у него уже формально снимаем диагноз инфаркта миокарда, у него уже постинфарктный кардиосклероз или перенесенный инфаркт миокарда. И вот здесь интересно посмотреть на прогноз у этих пациентов. И здесь нам поможет регистр CLARIFY. Очень интересный регистр, который включал огромное количество пациентов с длительностью наблюдения более пяти лет. Что оказалось? Пациенты, которые не переносили, а туда включались пациенты, которым выполнялась ревоскулиризация, плановая ревоскулиризация, КШ, ЧКВ, пациенты, у которых был перенесенный инфаркт миокарда, у которых было застантирование при остром инфаркте миокарда, соответственно, либо шунтирование при остром инфаркте миокарда и высокий риск вообще всех этих событий. То есть если пациенты не переносили инфаркт миокарда, неважно, есть у пациента стенокардия или нет у него стенокардия, у них прогноз одинаковый. А вот если пациент переносил инфаркт миокарда, то увидите, что кривые уже расходятся очень быстро. У пациентов, у которых остается стенокардия, прогноз неблагоприятный. И более того, вот эволюция стенокардии в зависимости от того, есть стенокардия или нет стенокардии на момент включения в этот регистр, показала, что если у вас есть стенокардия, то с частотой там вначале 40%, 43%, 45%, 46%, 46% в год стенокардия исчезает у пациентов. Между тем, у пациентов, которые не имели проявления стенокардии, то есть, ну, наверное, была полноценная эволюционеризация, каждый год 3-4-5% у которых появлялась опять стенокардия. И если мы посмотрим те пациенты, прогноз, у которых была стенокардия и у которых, соответственно, она появилась, вы видите, что прогноз неблагоприятный и в плане общей смертности, и сердечно-сосудистой смертности, и необходимости эволюционеризации, и развития инфаркта миокарда. То есть, эта группа, конечно же, чрезвычайно важная. Поэтому, Симон Тамбурадович уже говорил о бета-блокаторах, о его бродине сегодня. Я себе тоже не могу, скажем так, отказать в желании про это сказать. Вы прекрасно знаете, что бета-адреноблокаторы после перенесенного инфаркта миокарда, и особенно в зависимости от того, какая дозировка, очень существенно влияют на прогноз. Они есть в клинических рекомендациях. Если мы посмотрим на пациентов без бета-блокаторов и, соответственно, с нормальной дозировкой, которую используются в клинических исследованиях, мы имеем совершенно разный прогноз у наших пациентов. Но в последние годы выполняется небольшое, но целый ряд исследований был выполнен, который показал, что вот это исследование корейское. Хотя корейские исследования нужно читать очень аккуратно и аккуратно использовать их данные. Почему? Потому что все-таки же генотипы несколько разные, а мы с вами идем к персонализированной медицине. Но между тем, то есть вот три года наблюдения, регистровое исследование, вы видите, у какого количества пациентов отменялось терапия бета-адреноблокаторами, и оказалось, что порядка 80% находились на терапии больше одного года, и, соответственно, 20% этого пациентов, у которых терапия бета-блокаторами была меньше одного года. И как раз вот эта группа пациентов, которая была на терапии меньше года, у них прогноз существенно хуже в плане общей смертности на грани достоверности. Здесь 1, 0, 1. Если было бы 0,99, это уже было бы достоверно. И в плане композитной точки, то есть который включал госпитализацию, повторный инфаркт миокарда и все случаи смерти. Но, опять же, автор делает вывод, не более трех лет. А есть еще публикация, которая буквально несколько месяцев назад была сделана европейскими коллегами. Пациенты стентированные с инфарктом миокарда, полная ревоскулиризация, нормальная фракция выброса, без клиники хронической сердечной недостаточности. И было показано, но это тоже регистровое исследование, и было показано, что эффект бета-блокаторов есть только в течение трех месяцев. То есть те пациенты, которые принимают свыше трех месяцев, у них уже эффекта не было на прогноз. Но это не значит, что я вас призываю не назначать бета-блокатор, поскольку это будет в любом случае ошибкой при проверке вашей истории болезни. Но в любом случае большое количество пациентов, которых мы с вами ведем с острым коронарным синдромом, с перенесенным инфарктом миокарда, со стабильной шимической болезни сердца, они либо не принимают соответствующей дозировке бета-адреноблокаторов, либо мы не можем их увеличить до того уровня, который нам необходим, в связи с тем, что влияет на гемодинамику. Поэтому добавление, соответственно, караксана и вабродина – это продление времени диастолической перфузии, что очень важно для прогноза наших пациентов, для улучшения кровоснабжения кардиомиоцитов. Улучшается резерв коронарного кровотока и, соответственно, коллатеральный кровоток. И если посмотреть в исследовании Фокса, Ким Фокс – очень известный британский кардиолог, добавление, соответственно, караксана у этих пациентов с нефатальным-фатальным инфарктом миокарда минус 42% подобных госпитализаций. Так что вот антиагинальная, антишимическая эффективность, комбинация бета-блокаторов с ивабродином, с караксаном – это полезное добавление для всех пациентов, которые и переносили через кожное коронарное вмешательство, и имеют инфаркт миокарда, и имеют комборбидный сахарный диабет, бронхиальная астма. Кстати, отсутствие влияния на бронхиальную астму для пациентов с заболеваниями почек. Ну и еще одно из исследований – прирост фракции выброса левого желудка у пациентов, которые находятся на терапии стандартной с добавлением ивабродина к караксана, существенно лучше через 4 месяца терапии, чем у пациентов, которые находятся только на терапии бета-адреноблокаторов. Еще раз, наши исследования, которые проводили Юрий Александрович Карпов с Мариген и Хилл Глейзер, в два раза меньше нежелательных явлений, если есть комбинация двух препаратов. То есть это помогает в том числе избежать побочных явлений, которые являются в конечном итоге отменой терапии бета-блокаторов, что для большинства наших пациентов неприемлемо. Ну и в заключение я покажу немножко наши данные, которые касаются уже телемониторинга за пациентами, потому что сейчас ситуация во многих регионах такая, что на отдаленных территориях нет достаточного количества врачебных кадров. К сожалению, очень часто работают фельдшеры, молодые доктора, и, соответственно, телемедицинское наблюдение за пациентами помогает серьезно улучшать прогнозы этих пациентов. Мы недавно, мы в прошлом году проводили это исследование. Мы включили в это исследование пациентов с острокоронарным синдромом и, соответственно, с острой декомпенсацией хронической сердечной недостаточности. Исследование было рандомизированное. Две трети пациентов имели, соответственно, острокоронарный синдром, одна треть УДСН. И длительность наблюдения была в течение трех месяцев. Стартовали мы в стационаре, то есть за сутки-двое до выписки из стационара пациентов, соответственно, инструктировали. Им давали специальный GSM-тонометр. Была создана платформа наблюдения за этими пациентами. Их инструктировали, как регистрировать давление, сколько раз. И, соответственно, с этим выписывали. Они уезжали в свои деревни, в свои населенные пункты, райцентры. И мы получали обратную информацию по их состоянию. Если мы видели, что цифры давления неприличные или цифры ЧСС неприличные, мы могли связаться с пациентами, скоррегировать их терапию, что и делалось. А кроме того, были еще три обязательных визита через месяц, через два и через три месяца от начала терапии. Визиты, конечно же, были телефонные визиты, то есть это были телемедицинские консультации. Те пациенты, которые находились под нашим наблюдением, то есть под активным наблюдением, а вторая группа, это было стандартное ведение, им дали рекомендации, выписали и просто за ними остановили наблюдение уже на этапе трех месяцев, когда с ними связались и получили информацию, что с ними было за это время. Они наблюдали со своими специалистами в поликлиниках по месту жительства. Итак, в группе активного телемедицинского мониторинга было всего лишь четыре госпитализации общей суммарной, 30 дней. В группе стандартного обычного ведения, как мы с вами привыкли, 13 госпитализаций из 200 пациентов. То есть, по сути дела, 7,5% пациентов повторно за три месяца попали в больницу. Вы видите диагнозы, с которым они попали в больницу. И они там пробовали 133 дня. То есть, разница в четыре раза по числу, соответственно, дней госпитализации и то, и другое, и количество дней и по длительности госпитализации, все это достоверно. Если мы посмотрим на общую смертность, было 6 летальных исходов в группе мониторинга телемедицинского и было 11 летальных исходов в группе стандартного ведения. Но эти различия недостоверны. Мы не ставили перед собой какую-то провести, это было пилотное исследование. То есть, мы не оценивали силу исследования, сколько нам необходимо было включить. Нам нужно было понимать тенденции и как они быстро проявляются. Но в этой группе было три пациента, а это период пандемии, да, то есть три пациента, которые умерли от COVID-19. Здесь был один пациент, который умер от COVID-19. Поэтому, если мы посмотрим на сердечно-сосудистую смертность, то от сердечно-сосудистых заболеваний за три месяца умерло три пациента в группе активного наблюдения и десять в группе стандартного ведения. И здесь вот чуть-чуть мы не достигли. То есть, либо если бы были побольше группы, либо подольше наблюдения, то есть вероятность, что были уже статистически достоверные данные. Так что это еще один инструмент, когда вы мониторируете, меняете терапию, назначаете более агрессивные, в хорошем смысле слова, препараты и, соответственно, добиваетесь успеха в ведении пациента. Спасибо. Если есть вопросы, то я готов ответить. В чате тихо, везде тихо. Тогда всем спасибо, хорошего дня и продолжение форума молодых корзеологов. Спасибо.